МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеграмма имела следующее содержание. Потрясающее открытие. В долине царей обнаружена гробница с нетронутыми печатями. До вашего приезда все работы прекращены. Ждем. Спустя две недели лорд уже был на месте раскопок и даже не распаковав чемодан, немедленно отправился к гробнице. Проходя коридорами, минуя камеру за камерой, Картер, Карнарвон и все, кто шел с ними, буквально на каждом шагу натыкались на сокровища. Ослепленные их блеском исследователи не придали значения попавшейся на глаза глиняной таблички с надписью. Виллы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона. А немногим позже археологи нашли амулет, на тыльной стороне которого был обнаружен текст. «Я тот, кто зовом пустыни обращает в бегство сквернителей могил. Я тот, кто стоит на страже гробницы Тутанхамона». Это было второе предупреждение. Их было 17 человек, следом за Картером и Карнарвоном, шагнувших 13 февраля 1923 года в погребальную камеру Тутанхамона. Едва отворились двери, как мы почувствовали себя там непрошенными гостями, вспоминал Говард Картер. А вот лорд Карнарвон пробыл в Луксоре недолго. Мучаясь дурными предчувствиями, он бросил место раскопок и отправился в Каир. А вскоре оттуда пришли дурные вести. Спонсор экспедиции прикован к постели тяжкой загадочной болезнью. Незадолго до кончины у Карнарвона начался бред. Он то и дело поминал имя Тутанхамона. Но в последние мгновения жизни к лорду вернулось сознание. И обращаясь к жене, он сказал, ну вот, все наконец завершилось. Я услышал зов. Он влечет меня. Это была его последняя фраза. Спустя несколько месяцев один за другим скончались еще несколько участников вскрытия могилы Тутанхамона. И вновь медики оказались бессильно поставить диагноз смертельной болезни. За считанные годы умерло 22 человека. Иные из них побывали в склепе Тутанхамона. Другим довелось исследовать его мумию. Каждый умирал в одиночку. Но смерть казалась одной на всем. Непостижимой, скоротечной. Мы знаем многочисленные примеры, когда люди, исследователи открывают древние закрытые подземелья и, к сожалению, сталкиваются с очень серьезными болезнями, даже с смертями. Правда, как минимум, некоторую часть этих самых болезней, этих самых смертей мы можем объяснить вполне прагматическими, медицинскими, биологическими причинами. Ну, например, воздействием спор или воздействием плесени, которая в замкнутом пространстве на протяжении тысячи лет вовсе не умирает и только ждет, так сказать, своего часа. Эта версия, поддерживаемая современной медициной, кажется вполне правдоподобной, чтобы объяснить таинственную гибель большинства членов группы Говарда Картера. Но как тогда объяснить следующее? В 1929 году скончалась вдова лорда Карнарвона. Читателей светской хроники потряс тогда не столько даже сам факт этой смерти, сколько диагноз. Погибла от укуса москита. Неделю спустя приказал долго жить Ричард Баттл, секретарь Говарда Картера, молодой, отличавшийся завидным здоровьем мужчина, отказало сердце. Уходили из жизни люди, хоть каким-то образом причастные к окружению Картера, однако никоим образом не связанные с его работой. Ни один из них и близко не подходил ни к месту раскопок, ни к мумии фараона. И тогда по Лондону и Каиру прошли с девятым валом ужасы, мутные слухи о проклятии Тутанхамона. Газетчики тут же вспомнили другую историю, которая произошла десятилетиям раньше, а точнее 14 апреля 1912 года. Это дата гибели легендарного парохода Титаник. Самый быстроходный, самый большой и совершенный из всех построенных к тому времени лайнеров, считавшийся непотопляемым, погиб, налетев на айсберг. Свою таинственную роль в этой катастрофе суждено было сыграть капитану Смиту. Это был безупречной репутацией моряк, настоящий морской волк. Но 14 апреля 1912 года едва ли не во всех его приказах, поступках и даже манере держаться явно сквозила какая-то ни с чем не сообразующаяся странность. Сначала он вдруг приказал изменить курс корабля. Затем последовало распоряжение предельно увеличить обороты паровой машины. Потом, когда уже потребовалось срочно спускать шлюпки на воду, Смит внес лишь сумятицу в действие команды. Счет шел на секунды, а капитан, казалось, полностью утратил способность принимать решения. На борту Титаника находились 2000 пассажиров. В трюмы были загружены 40 тонн картофеля, 12 тысяч бутылок минеральной воды, 7 тысяч мешков кофе, 35 тысяч яиц и одна египетская мумия. Это были забальзамированные останки прорицательницы, весьма популярной жрицы во времена Аминхотепа IV. Под головой ее лежала фигура Осириса с такой надписью «Восстанет с праха, и взор твой сокрушит всех, кто встанет на твоем пути». Почему она там находилась, никто не может сказать, но она действительно, по записям и судовом журнале, она была там, почему-то ящик с этой мумией, стоял рядом с мостиком все время, а не находился в трюме. Якобы там она источала такое-такое-то из себя типа излучения, какого невидимого, что Смит под конец буквально ближе к событиям трагическим, он стал просто неадекватен и начал отдавать какие-то неверные приказы. Мумия была слишком ценным грузом, чтобы держать ее в трюме, и деревянный ящик с ней поместили в конце концов прямо за капитанским мостиком. По другой версии, известный американский миллионер и любитель древностей, который вез мумию в Нью-Йорк, потребовал от судоходной компании, чтобы его груз находился рядом с капитаном, так как любое другое место на корабле было бы оскорблением достоинства древнеегипетской жрицы. Но ведь известно уже, что немало исследователей, имевших дело с мумиями, мучились потом определенным помутнением рассудка, бредили на его, впадали в прострацию, утрачивали дееспособность. И кто знает, может быть, лучевой взор именитой предсказательницы пронзил капитана Смита, и он стал еще одной жертвой проклятия фараонов. Лично для меня проклятие фараона не просто журналистский штамп. Да, я понимаю, что в большинстве случаев это не более, чем страшилка, рассчитанная на трусливых черных копателей, ну, чтобы они не совались лишний раз в сакральные хранилища. Но, с другой стороны, я смею себе допустить, что строители пирамид или строители подземелья, строители древних хранилищ, они намеренно оставляли некие заплесневелые грибки, некие, так сказать, рассадники для будущего биологического оружия, которое могло, так сказать, сыграть, могло выстрелить, в кавычках, только в случае, если эта подземелья будет открыта раньше времени. В 1958 году известный врач Джо Фреддин, практикующий в Южноафриканском госпитале Порт-Элизабет, сделал сенсационное заявление. Есть разгадка причины гибели лорда Корнарвора, первой жертвой раскопок гробницы Тутанхамона. Симптомы недуга, от которого скончался лорд, весьма напоминают пещерную болезнь, известную медикам. Ее разносят микроскопические грибки, обитающие в организме животных, чаще всего летучих мышей, в органических отбросах и пыли. А уж чего-чего, а этого добра было предостаточно в фараоновых склепах. Болезнь эта заразная. Вот почему ухаживавшую за лордом женщину ждала та же участь. Четыре года спустя медик-биолог Каирского университета Эзаден Таха поддержал своего коллегу из Южной Африки и заявил, что при обследовании египетских археологов и сотрудников музея в Каире в организме каждого из них обнаружил грибок, провоцирующий лихорадку и сильнейшее воспаление дыхательных путей. Среди них Аспергилюрс, обитающий в мумиях, пирамидах и склепах, тысячелетия остававшихся закрытыми для всего мира. Но это же лечится обычными антибиотиками. Значит, тех, кто проник в гробницу Тутанхамона, сгубило что-то другое. Но что? Некоторые исследователи уверены, смертельные болезни, до времени затаившиеся в грибках, могли быть специально изготовлены и законсервированы древними египтянами. Ведь и по сию пору мало кто может сравниться с ними по части познаний в науке о ядах. Строители гробниц целенаправленно выращивали смертоносные грибки в качестве своеобразных ловушек, чтобы поставить надежный заслон всякому, кто осмелится нарушить покой фараона. Вполне может быть, что этим перечень ловушек не ограничивается. И уже после спор, после плесени, следующим этапом, может быть, древние мудрецы, древние охранители, древние жрецы приготовили для нас ловушку другого рода, оружие другого рода, название которого мы даже произнести не можем, поскольку не представляем тех технологий, о которых идет речь. Кстати, через несколько дней после доклада о болезнях археологов, доктор Таха погиб в автокатастрофе на пустой дороге. То есть, те, кто имел хоть какие-то основания быть проклятым фараоном, умирали по-всякому. От автокатастрофы тоже можно привести длинный перечень странных обстоятельств к гибели людей, принимавших участие в египетских археологических раскопках. И жертв, окажется, слишком много. С другой стороны, что же тут странного? Исследователи древнего Египта всегда работали, да и работают, в экстремальных условиях. И не только там. Например, до сих пор исследователям не дает покоя загадочная гибель 12 человек, участвовавших в 1973 году в Кракове во вскрытии и исследовании гробницы польского короля Казимира IV Егелончика, правящего с 1447 по 1492 год. Археологи, медики, химики и микробиологи несколько месяцев работали над этим захоронением, пытаясь изучить состояние останков короля и его свиты, находящихся в раках. Ученые выяснили, насколько тела, будучи подвержены мумификации в средневековую эпоху, сохранились. Насколько они соответствуют историческим и хронологическим описаниям. Продолжалось это полгода. Потом началось совершенно ужасный уход вот этих всех археологов одного за другим из жизни. то есть загадочной смерти. До сих пор, хотя прошло уже 30 лет, никто толком не может поставить диагноз, почему они погибли, вся команда археологов, которые открывали эти раки в Абельском этом самом замке. Лишь спустя много лет исследователи констатировали, в результате многочисленных анализов в раках были найдены неизвестные науки бактерии и один особенно агрессивный микроб, иногда встречающийся в болотных местах или прогнивших от влаги постройках. Ученые даже не предполагали, что этот опасный микроорганизм может прожить сотни лет под землей без доступа воздуха и сохранять свою активность. До сих пор неизвестен механизм действия этого микроба и, как следствие, нет эффективных средств для борьбы с ним. В связи с этим некоторые исследователи высказывают предположение, что во время ритуала захоронения мумифицированных останков короля и свиты строители гробницы специально сделали закладку смертельно опасной субстанции в качестве ловушки, как в гробницах фараона. Египтяне же были великие мастера по части извлечения ядовитых токсинов из организмов животных и растений. Многие из этих токсинов устойчивы к любой среде и не подвластны времени. Есть яды, действующие от одного лишь легкого к ним прикосновения. Достаточно пропитать ими ткань или, к примеру, намазать стену. Таким образом, и в глубокой древности не составляло никакого труда запечатлеть на гробнице несущий смерть-знак. И этот знак не смогли обойти те, кто раскопал гробницу Тутанхамона и проник в камеры с сокровищами фараона. Неведомые болезни и таинственная смерть настигла всех, кроме Говарда Картера, руководителя раскопок. А ведь он дольше всех находился в подземельях и первым входил в камеры. Он умер в 1039 году. То есть его почему-то проклятие не затронуло по странным обстоятельствам. Существует резонное подозрение и предположение гипотезы, скажем так, что вся эта история, связанная как бы с захоронением Тутанхамона, она была сфальсифицирована Картером. То есть с участием египетского правительства. До сих пор никто не взял на себя труд внимательно изучить весьма странные обстоятельства, сопровождавшие поиски и раскопки гробницы Тутанхамона. А ведь их анализ позволяет не только раскрыть тайну проклятия фараона, но и заподозрить, что мы имеем дело с величайшей археологической фальсификацией. С самого начала должен настораживать тот факт, что гробница Тутанхамона единственная из всех найденных не была разграблена, хотя в ней и побывали воры. Удивляет странная планировка камеры и ее малые размеры. Следующий странный факт долгие сроки раскопок. Неужели для описи богатств, предметов обихода, саркофагов и мумий в гробнице общей площадью 80 квадратных метров и для их извлечения даже с величайшей осторожностью необходимо почти пять лет. Но самым удивительным выглядит поведение Картера. В 1917 году, приступив к раскопкам в долине царей, он весьма тщательно исследовал местность, где находился вход в предполагаемый погребальный комплекс Тутанхамона, но якобы не нашел его и следующие пять лет копал на других участках. А в 1922 году вдруг опять вернулся на хорошо изученное место и практически сразу же наткнулся на захоронение. Но изначально, как предполагают изобличители обмана, это было захоронение некоего вельможи, из которого Картер сделал гробницу Тутанхамона. Замысел археолога мог быть таким. Он становится египтологом номер один и прилично зарабатывает на найденных сокровища. Но основную часть передает египетскому правительству, вступив с ним в предварительный сговор. Само правительство, субсидировавшее аферу, за баснословные деньги продает сокровища в известнейшие музеи мира, принеся Египту огромные доходы. И привлекает в долину царей миллионы туристов. И собственно, как бы в 1922 году вот произошло так называемое открытие. Есть предположение, что тут были интересы даже задействованы английского правительства. То есть совершенно очевидно, что там была некая сделка заключена. Причем не между Картером лично и правительством Египта, а скорее всего между правительством Короны и Египта. Естественно. То есть Картер получал соответствующие преференции, значит, правительство Египта получало огромные экономические преференции после этого всего дела. Картер умер на 67-м году жизни через 16 лет после того дня, как отправил в Лондон уже известную телеграмму. И все это время он прожил безмятежно и размеренно. С поистине олимпийским спокойствием встречал Картер гибель людей, с которыми работал, которых хорошо знал и высоко ценил как лучших специалистов. Этот факт некоторые также приводят в доказательство того, что открытие гробницы Тутанхамона величайшая мистификация. И так называемое проклятие фараонов, то есть загадочная смерть участников вскрытия гробницы, ничто иное, как последовательное устранение всех свидетелей аферы. Для чего нужна была вообще идея с проклятием фараона? Чтобы объяснить, почему гробители не вытащили эти ценности. Понимаете? А потом ликвидировать тех людей, которые по тем или иным причинам имели отношение к этой истории, скажем так, но не сумели держать язык за зубами. Перед тем, как войти в гробницу, Говард Картер всегда проверял, насколько токсична ее атмосфера. Каким образом? Он пробивал небольшую дыру в каменной кладке еще не вскрытой камеры и просовывал внутрь зажженную свечу. Таким образом Картер пытался обнаружить ядовитые газы. Вполне вероятно, что во время ритуала погребения жрецы, хранившие фараона, заполняли камеру отравленным газом и затем замуровывали гробницу. Сами газы со временем настаивались, густели, но отнюдь не испарялись и, открыв дверь, грабители или археологи в буквальном смысле слова сходили в могилу. Поистине нет лучшей западни, чем хорошо замурованная гробница. Поэтому Картер себя страховал. Версий по поводу проклятия и мести фараонов немало. Египетская земля опасна, непредсказуема. Прежде всего потому, что там несметное количество таинственных захоронений, значительная часть которых несет в себе отрицательную энергетику. С этим фактом никто не спорит, но, к сожалению, он за пределами нашего понимания. Тем не менее, такой вот маленький такой штрих, который, может быть, многое разъяснит. В 61-м году Никита Сергеевич Хрущев отправился с официальным визитом в Каир, в Египет. И у него на 16 мая было запрограммировано посещение пирамиды. И буквально за час до его отъезда у него отель стоял прямо рядом с плато Гизе, рядом с пирамидами. За час пришла шифрограмма СКГБ, это сейчас стало уже известно, есть просто информация, где ему категорически запрещалось лезть в пирамиду Хеопса. И он не полез туда. Вот это одно из доказательств того, что наши органы тоже обладали и обладают сегодня информацией по древнему Египту и о том, что места, которые там присутствуют по всей долине Нила, особенно в долине царей, они несут в себе, конечно, значительно опасность. За времен царствования Тутанхамона прошло три тысячи лет. Мир изменился, но неизменной остается тайной египетской земли. Десятилетиями над разгадкой этой тайны бьются историки, археологи, исследователи всех мастей и направлений, но пока их попытки тщетны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok